Привет вселенная, сегодня у нас 5 августа, господи, сколько времени это, ой, не туда зашел, 9.39 pm, it's friday night, last friday night, и я вышел из кино, уж так сложилось, что я за последние полтора месяца, вот уже вот третий раз в кино, это больше, чем за последние полгода, и, конечно, это не может меня не радовать, посмотрите, как выглядит издалека кинотеатр, вот, я вообще был на самом деле не в нем, я был в соседнем, просто здесь уже не видно его, здесь вот прям два друг напротив друга кинотеатра, и такая у нас сегодня кинорубрика, мне хочется поговорить о фильме Элвис, как мы уже почитали из-за заголовка, это будет не разбор, это будет просто впечатление после фильма, когда вот ты идешь с другом, с парнем, с близким тебе человеком из кино, и разговариваешь, да, делишься о своих чувствах, я уже третий раз в кино хожу один, и поэтому я сейчас ищу свой велосипед, где я припарковался, сейчас выйдем на более светлое место, и поэтому вот хочется, да, как, посмотрите, луна там, да, сзади на фоне, хочется, да, как с другом поделиться в своем ютюб-канале своими впечатлениями об этом фильме, о тех мыслях, которые меня, конечно, я не буду давать этому фильму никаких характеристик, понятное дело, я просто хочу поговорить о том, на какие мысли он меня вдохновил, да, на о чем я подумал. Давайте прогуляемся, хочется прогуляться, не хочется садиться на велосипед, я пока буду записывать это видео, прогуляюсь по вечернему Лос-Анджелесу, это район Марина Дел-Рэй, вот, и выглядит он так, вот этот книжный магазин, о котором я записывал сегодня обзор чуть раньше для вас, да, во-первых, конечно, кино очень сильное, да, и сразу хочется сказать о том, что я понял не все, к сожалению, моего уровня английского не хватило для того, чтобы понять те важные диалоги, которые звучали в этом фильме, и, конечно, это отложится на моем, да, восприятии, но основную суть, конечно же, я понял, и что хочется сказать, да, быть музыкантом, это быть человеком, который был рожден для того, чтобы быть музыкантом, да, мне кажется, как и в любой профессии, быть музыкантом, это, о господи, как и в любой профессии, быть на своем месте, чувствовать свое предназначение, это очень важно, и, конечно же, поэтому я много-много плакал, много плакал, ну, такой вот я стал, инфантильный, вот, хотел сказать, чувствительный, романтичный, восприимчивый, сказал слово инфантильный, наверное, для многих это будет именно так, поэтому немножечко у меня тут красные глазки, не обращайте внимания, ладно, присяду я, видите, как у меня быстро меняется, то на велосипед хотел сесть, то погулять, то сейчас уже сел, и все за 30 секунд. Вообще, сам факт того, что действие, действие, да, это же для меня, конечно же, тоже такая, я смотрю на этот фильм и думаю, вот, вот вы, да, вот, я проецирую, конечно, все на себя, на свои мечты, да, на свое желание, да, быть реализованным в музыке, и, конечно же, чужой успех, он тебя очень сильно воодушевляет, он тебя заставляет переживать, заставляет тебя чувствовать огромную гамму эмоций, это слезы, смех, смех сквозь слезы, и мне кажется, в этом и есть великая сила искусства. Заставляет чувствовать, да, какие-то тонкие, тонкие детали, не говоря прямо в лоб, да, что-то, заставляя задуматься. И, наверное, первая мысль, которая меня в этом фильме заставила так попереживать, то, что я для себя как будто бы, так как в конце фильма я плакал, значит, я понял, что я сочувствую тому, что Элвис умер так рано, в 42 года, я, наверное, стоит сделать ремарку, я вообще ничего не знал о его жизни, кроме того, что у него было шоу в Лас-Вегасе, да, и у меня уже, да, есть опыт моей бабушки, которая умерла в 54 года, я представляю, как это рано, а в 42, как это безумно рано, как это безумно рано, и сейчас мне в 34, я думаю, а вдруг, а вдруг мне осталось жить 8 лет. Это очень сильно триггернуло меня, я подумал, А если мне действительно осталось жить 48 лет, успею ли я прожить их счастливо, успею ли я реализоваться? Потому что, конечно, как можно увидеть в этой истории, в ней был взлет, и потом начались тяжелые-тяжелые последствия популярности, да, что, ну, как в каком-то смысле, да, можно понять, да. С другой стороны, для меня это пример того, на что стоит обратить внимание, если в моей жизни случатся такие сложные выборы или такие неоднозначные ситуации, в которых нет чего-то правильного или неправильного, да, есть какое-то решение, которое не будет никогда однозначным, и мне захотелось после этого фильма, конечно же, лететь на крыльях и записывать новые песни, чем я и занимаюсь, и продолжать это делать, потому что очень хочется успеть, если вдруг в 42 года закончится моя жизнь. Я, конечно, не давал как и в Эспресле 50 концертов 50 дней подряд, не сидел на таблетках, да, и... Ну, это не значит, что... Что мое сердце выдержит все, все... Ну, это не значит, что мое сердце выдержит весь этот стресс, который предоставляет мне моя жизнь, жизнь, поэтому... Хочется пожелать... Ребята увидели мой верцающий рюкзак, и, конечно же, он не оставил их без внимания. Вы помните, это моего попугайчика. Попугайчика? Очень важно в жизни определиться, кто ты, потому что времени порой так мало. Никто не знает, сколько нам отведено. И... Моя цель... Если... Ну, когда-то же я, да, когда-то же я уйду, и... Мне очень хочется уйти счастливым. Мне показалось, что Элвис не был... Ну, да, что это был тяжелый период в его жизни, ему было тяжело, и... Да? И он оставил... Оставил свою жизнь в сложной для себя ситуации. Мне очень сильно хочется... Мне очень сильно хочется выйти... Выйти победителем в этой жизни... Счастливым... С семьей... Реализованным... В любви... В понимании... В окружении друзей... Родных и близких людей... Это моя... Это моя цель... Цель моей жизни... Не уйти... Не уйти вот так вот... В грусти... В одиночестве... Да? В... В тех чувствах, которые меня беспокоили... Последних несколько дней, когда у меня был срыв... Да? И я был... Готов... Да? Расстаться... Да? С этой жизнью... Просто потому, что это... Невыносимо больно... То, что происходило... И... Для меня этот фильм такой маячок того, что все в жизни получится... Вот... Просто нужно поставить эту цель, да? Нужно не думать о том, что будет много возможностей что-то исправить... Я очень надеюсь, что они будут... Да? Но... Важно думать о том, что для тебя важно... Прямо сегодня... И... Стараться сделать свою жизнь... Такой, какая она... Какой ты ее видишь... Какой ты себе ее представляешь... Взлет происходит... Да? Но... Важно... В... В росте... В движении... В этом неимоверном стрессе... Не потерять себя... И... Я этого желаю себе... Я этого желаю... Каждому человеку... Я желаю каждому человеку, чтобы... Его цели... Потому что популярность... Она... Это же не все... Да? Это скажет каждый... Достигший успеха человек... О том, что... После того, как что-то одна... Деньги... Это... Известность... Реализованность... Это... Большой и важный... Элемент... В жизни... Но... Когда он... Реализуется... Остается много других... Остается много других целей... И много других... Граней жизни... В которых тоже... Очень важно... Приуспеть... И... На грани... Да? Ну, то есть... Как-то будет выдержать эту грань... И... И... И сделать все... Я... Помню, что я когда-то смотрел интервью... Мне кажется, я уже цитировал этот момент... Я смотрел интервью... По-моему, это был... По-моему, это был... Бардаш... Бардаш... Юрий Бардаш... Его спрашивали о том, кто лучший продюсер... Я могу сейчас ошибаться, кто конкретно назвал этого продюсера... И он назвал... Леонида Бурлакова... В прошлом продюсера Земфиры... Группы Мумитроль... И вот он сказал... Потому что... У этого человека... Не только... С работой все хорошо... Не только там... Бизнес... Налажен... Проекты... Ну, в общем... Его... Профессиональная сфера... Там... Успешно... Но у него и дома все хорошо... У него семья... Дети... Счастье... Да... Ну, то есть... Все сферы жизни... Находятся... В... В гармонии... Да... И именно... Поэтому он считает его... Именно его лучшим продюсером... Потому что... Он не только... Успешен в работе... Он успешен еще и дома... И... Я хочу сам об этом не забывать... У меня сейчас, конечно... Во всех сферах жизни... Полная... Полная пока еще... Да... Установочная... Установочный файл загружается... Да... Он... Лоадинг... Пока происходит... Во всех сферах моей жизни... У меня ни одна сфера жизни сейчас... Не... Не устроена... Вот... Но... Я верю в то, что... Это произойдет... И... То, что это будет ни одна какая-то сфера жизни... И что я постараюсь... В гармонии... Все... 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 Реализовать... Я думаю, что на этом у меня все... Наверное, нет... Еще про один момент скажу... Про жену... Элвиса... Которая... Заметила его... Ну вот... Да... Желание... Встречаться с другими девушками... Да... Вот эти... Поцелуи на концертах... Вот это вот все... Но при этом... Ничего ему не говорила... И таким образом... Сама... Ну так как он... Величина... Да... Да... Получалось... Она все равно смотрела на него... Не как жена... Не как... Да... Вторая половина... Да... Его жизни... А снизу вверх... И... Это, конечно... Привело к тому... Что произошло... Поэтому... Здесь очень важно... И... Это мне сейчас важно... У меня тоже... Происходят... Периодически... Такие ситуации... Когда я немножко... Теряю контроль... Над ситуацией... И... Вот... Например... Сейчас в Америке... Я нахожусь в зависимой ситуации... От многих факторов... От жилья... От питания... И так далее... И поэтому... Часто не... Не говорю то... Что... Думаю... На самом деле... Потому что... Ну... Я... В зависимой позиции... Да... Вот... В том... Как жена... Элвиса Пресли... Она находилась в зависимой позиции... И... Это для меня тоже маячок... Говорить о том... Что я чувствую... Говорить о том... Что для меня важно... Говорить то... Что происходит на самом деле... Для того... Чтобы избежать в будущем... Вот каких-то таких потрясений... Связанных... Там... С любой сферой жизни... С любовными отношениями... С профессиональными... С дружескими... Да... Не... 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 Не идти на поводу... У своей слабости... Потому что эта слабость... Потом приведет... Через некоторое время... К... Вот... К тому... К чему вот привела в этом фильме... Я думаю... Что сейчас все... Что я хотел сказать... Если у вас есть какие-то мысли... Чем... Чем вы хотели бы... Какими инсайтами из этого фильма... Вы хотели бы поделиться... И вообще... Как вам фильм... Расскажите... Для этого есть комменты... Вот... Ну и не забывайте про мои соцсети... Да... Лайк... Если вам... Были близки мои мысли... Подписывайтесь... Спасибо... Что... Вы сегодня были со мной... Этим вечером... Вместе... И с кино... Мы так вот посидели... На улице... В Марине Дел Рей... В районе Марина Дел Рей... На... 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 На асфальте... Хе-хе-хе-хе... На поребрике... Хе-хе-хе-хе-хе... Хе-хе-хе... И поговорили вместе... Об этом фильме... До завтра, Вселенная... Увидимся... Упс... Привет, Вселенная... Ис... Сегодня у нас... 5 августа... Господи... Сколько времени там... Ой... Не туда зашел... 9.39 п.m. It's Friday night. Last Friday night. И я вышел из кино. Уж так сложилось, что я за последние полтора месяца вот уже третий раз в кино. Это больше, чем за последние полгода. И, конечно, это не может меня не радовать. Посмотрите, как выглядит издалека кинотеатр. Я вообще был на самом деле не в нем, я был в соседнем, просто здесь уже не видно его. Здесь вот прям два друг напротив друга кинотеатра. И такая у нас сегодня кинорубрика. Мне хочется поговорить о фильме «Элвис», как мы уже прочитали из заголовка. Это будет не разбор, это будет просто впечатление после фильма, когда вот ты идешь с другом, с парнем, с близким тебе человеком из кино и разговариваешь, да, делишься о своих чувствах. Я уже третий раз в кино похожу один, и поэтому я сейчас ищу свой велосипед, где я припарковался. Сейчас выйдем на более светлое место. И поэтому вот хочется, да, как... Вот смотрите, луна там сзади на фоне. Хочется, да, как с другом поделиться в своем YouTube-канале своими впечатлениями об этом фильме. О тех мыслях, которые меня... Конечно, я не буду давать этому фильму никаких характеристик, понятное дело. Я просто хочу поговорить о том, на какие мысли он меня вдохновил, да, на... О чем я подумал. Давайте прогуляемся. Хочется прогуляться. Не хочется садиться на велосипед. Я пока буду записывать это видео, прогуляюсь по вечернему Лос-Анджелесу. Это район Марина Дэл Рэй. Вот. И... Выглядит он так. Вот этот книжный магазин, о котором я записывал сегодня обзор чуть раньше для вас. Да? Во-первых, конечно, кино очень сильное, да, и... Сразу хочется сказать о том, что я понял не все. К сожалению, моего уровня английского не хватило для того, чтобы понять те важные диалоги, которые звучали в этом фильме. И... Конечно, это отложится на моем восприятии, да, восприятие, но... Основную суть, конечно же, я понял. И... Что хочется сказать... Да, быть музыкантом — это быть человеком, который был рожден для того, чтобы быть музыкантом. Да, мне кажется, как и в любой профессии, быть музыкантом — это... Ну, господи, как и в любой профессии, быть на своем месте, чувствовать свое предназначение — это очень важно. И, конечно же, поэтому я много-много плакал. Много плакал. Ну, такой вот я стал. Инфантильный... Вот, хотел сказать чувствительный, романтичный, восприимчивый, сказал слово «инфантильный». Наверное, для многих это будет именно так. Поэтому немножечко у меня тут красные глазки. Не обращайте внимания. Ладно, присяду я. Видите, как у меня быстро меняется. То на велосипед хотел сесть, то погулять, то сейчас уже сел. И все за 30 секунд. Вообще, сам факт того, что действие, действие, да, это же для меня, конечно же, тоже такая. Я смотрю на этот фильм и думаю, вот, вот вы, да, вот. Я проецирую, конечно, все на себя, на свои мечты, на свое желание быть реализованным в музыке. и, конечно же, чужой успех, он тебя очень сильно воодушевляет, он тебя заставляет переживать, заставляет тебя чувствовать огромную гамму эмоций, это слезы, смех, смех сквозь слезы. И мне кажется, в этом и есть великая сила искусства, заставляет чувствовать, да, какие-то тонкие, тонкие детали, не говоря прямо в лоб, да, что-то, заставляя задуматься. И, наверное, первая мысль, которая меня в этом фильме заставила так попереживать, то, что я для себя как будто бы, так как в конце фильма я плакал, значит, я понял, что я сочувствую тому, что Элвис умер так рано, в 42 года. Я, наверное, стоит сделать ремарку, я вообще ничего не знала о его жизни, кроме того, что у него было шоу в Лас-Вегасе, да, и у меня уже, да, есть опыт моей бабушки, которая умерла в 54 года. Я представляю, как это рано, а 42, как это безумно рано, как это безумно рано. И сейчас мне 34. Я думаю, а вдруг, а вдруг мне осталось жить 8 лет. Это, это очень сильно триггернуло меня. Я подумал, а если мне действительно осталось жить 48 лет, успею ли я прожить их счастливо, успею ли я реализоваться. Потому что, конечно, как можно увидеть, да, в этой истории, в ней были, был взлет, и потом начались тяжелые-тяжелые последствия, там, популярности, да, что, что, ну, как в каком-то смысле, да, можно понять, да. С другой стороны, для меня это пример того, на что стоит обратить внимание, если в моей жизни случатся такие, такие сложные выборы, или такие неоднозначные ситуации, в которых нет чего-то вот правильного или неправильного, да, есть какое-то решение, которое не будет никогда однозначным. И мне захотелось после этого фильма, конечно же, лететь на крыльях и записывать новые песни, чем я и занимаюсь, и продолжать это делать, потому что очень хочется успеть, если вдруг в 42 года закончится моя жизнь. Я, конечно, не давал, как и в Элэспресле, 50 концертов, 50 дней подряд, не сидел на таблетках, да, и ну, это не значит, что что мое сердце выдержит все, все. Но это не значит, что мое сердце выдержит весь этот стресс, который предоставляет мне моя жизнь, поэтому хочется пожелать ребята увидели мой верцающий рюкзак, и, конечно же, он не оставил их без внимания. Вы помните, это моего попугайчика. Очень важно в жизни определиться, кто ты, потому что времени порой так мало, никто не знает, сколько нам отведено, и моя цель, если, ну, когда-то же я, да, когда-то же я уйду, и мне очень хочется уйти счастливым. Мне показалось, что Элвис не был, ну, что это был тяжелый период в его жизни, ему было тяжело, и и он оставил свою жизнь в сложной для себя ситуации. Мне очень сильно хочется, мне очень сильно хочется выйти, выйти победителем в этой жизни, счастливым, с семьей, реализованным, в любви, в понимании, в окружении друзей, родных и близких людей. Это моя, это моя цель, цель моей жизни, не уйти, не уйти вот так вот в грусти, в в одиночестве, в тех чувствах, которые меня беспокоили последних несколько дней, когда у меня был срыв, и я был готов расстаться с этой жизнью, просто потому, что это невыносимо больно, то, что происходило, для меня этот фильм такой маячок того, что все в жизни получится, вот, просто нужно поставить эту цель, да, нужно не думать о том, что будет много возможностей что-то исправить, я очень надеюсь, что они будут, да, но важно думать о том, что для тебя важно прямо сегодня, и стараться сделать свою жизнь такой, какая она какой ты ее видишь, какой ты себе ее представляешь. Взлет происходит, да, но важно в росте, в движении, в этом неимоверном стрессе, не потерять себя, и я этого желаю себе, я этого желаю каждому человеку, я желаю каждому человеку, чтобы его цели, потому что популярность, она, это же не все, да, это скажет каждый достигший успеха человек, о том, что после того, как что-то одна, деньги, это известность, реализованность, это большой важный элемент в жизни, но когда он реализуется, остается много других целей, и много других граней жизни, в которых тоже очень важно преуспеть, на грани, как-то выдержать эту грань, и сделать все, я помню, что я когда-то смотрел интервью, мне кажется, я уже цитировал этот момент, я смотрел интервью, по-моему, это был Бардаш, Юрий Бардаш, его спрашивали о том, кто лучший продюсер, я могу сейчас ошибаться, кто конкретно назвал этого продюсера, и он назвал Леонида Бурлакова, в прошлом продюсера Земфиры, группы Муми Троль, и вот он сказал, потому что у этого человека не только с работой все хорошо, не только бизнес налажен, проекты, в общем, его профессиональная сфера успешна, но у него и дома все хорошо, у него семья, дети, счастье, да, ну то есть все сферы жизни находятся в гармонии, да, именно поэтому он считает его именно его лучшим продюсером, потому что он не только успешен в работе, он успешен еще и дома, и я хочу сам об этом не забывать, у меня сейчас конечно во всех сферах жизни полная полная пока еще да, установочная установочный файл загружается, да, он лоадинг пока происходит, во всех сферах моей жизни, у меня ни одна сфера жизни сейчас не устроена, вот, но я верю, что это произойдет и то, что это будет не одна какая-то сфера жизни, что я постараюсь в гармонии все, все, все реализовать, я думаю, что на этом у меня все, наверное, нет, еще про один момент скажу, про жену Элвиса, которая заметила его желание встречаться с другими девушками, поцелуи на концертах, вот это все, но при этом ничего я ему не говорила, и таким образом сама, ну так как величина большая, получалось, что она все равно смотрела на него не как жена, не как вторая половина его жизни, а снизу вверх, и это, конечно, привело к тому, что произошло, поэтому здесь очень важно, и это мне сейчас важно, у меня тоже происходят периодически такие ситуации, когда я немножко теряю контроль над ситуацией, и вот например, сейчас в Америке я нахожусь в зависимой ситуации от многих факторов, от жилья, от питания и так далее, и поэтому часто не говорю то, что думаю на самом деле, потому что я в зависимой позиции, как жена Элвиса Пресли, она находилась в зависимой позиции, и это для меня тоже маячок, говорить о том, что я чувствую, говорить о том, что для меня важно, говорить то, что происходит на самом деле, для того, чтобы избежать в будущем каких-то таких потрясений, связанных с любой сферой жизни, с любовными отношениями, с профессиональными, с дружескими, не идти на поводу у своей слабости, потому что эта слабость потом приведет через некоторое время к тому, к чему привела в этом фильме. Я думаю, что сейчас все, что я хотел сказать. Если у вас есть какие-то мысли, чем вы хотели бы, какими инсайтами из этого фильма вы хотели бы поделиться, и вообще, как вам фильм, расскажите, для этого есть комменты, ну и не забывайте про мои соцсети, лайк, если вам были близки мои мысли, подписывайтесь, спасибо, что вы сегодня были со мной этим вечером вместе из кино, мы так вот посидели на улице в Марине Дел Рей, в районе Марина Дел Рей на асфальте, на поребрике, и поговорили вместе об этом фильме. До завтра, вселенная, увидимся. Так, привет, вселенная, я Сергей Ульянов, сегодня у нас девятое, ой, шестое, я говорю, шестое число, 9.40, а я решил дозаписать свое видео, свое видео, свое видео впечатление о фильме Элвис, потому что я подумал, что это тоже будет важно сказать, вчера как-то пропустил эту тему, видите, фильм меня отпускает, и даже на следующий день о нем хочется думать, размышлять, вспоминать, это, конечно, залог потрясающего, потрясающего произведения. Так вот, мне понравилось, я хотел бы остановиться на теме взаимоотношений в семье, да, и продюсера, который все время там говорит, вот мой мальчик, мой бой, да, почему он меня не послушался, там, как-то какой-то заботой и вроде бы любовью, да, но потом, когда он просто выжимает последние соки из Элвиса, куда-то эта любовь пропадает, или отец, который, когда просто без сил падает Элвис, да, на землю, который решает, что нет, мы дадим этот концерт, хотя у них там же, насколько я понимаю, в Лас-Вегасе тогда каждый день были концерты, и какой-то день передышки не помешал бы, да, безусловно, продюсер Элвиса гениальный человек, да, я, вот эту историю маркетинговую про то, чтобы продавать значки I hate Элвис, да, чтобы зарабатывать на антифанатах, это безумно мудрый, я об этом знал еще, ну вот, когда читал разные кейсы в интернете, о, об интересных маркетинговых подходах, и, вот, казалось бы, да, маркетинговый гений, бизнесмен в одном, в одном лице, да, отличный, отлично он прощупал, да, увидел монетизацию Элвиса, да, но при этом мать Элвиса, да, которая там постоянно ему меняла чувство вины, не пойми за что, да, отец, который, ну, такой ведомый человек сначала под мать, потом под продюсера, да, по сути, я в этом тоже увидел какой-то прообраз себя, когда ты очень сильно хочешь, чтобы у тебя в жизни появился человек, и ты, когда появляется такой продюсер, да, ты ему доверяешь, ты ему доверяешь, и в какой-то момент получается, что ну, жизнь тебе говорит о том, что он сейчас не заботится о тебе, что для него деньги важнее, да, а где была забота, когда начались все эти таблетки, почему почему была лень, да, то есть, почему, почему было не, почему там он позаботился, да, почему о здоровье не позаботился, об эмоциональном здоровье не позаботился, ведь, мне кажется, Элвис в этом плане очень светлый человек, да, были многие, многие там, да, которые уходили в наркотрипы, в, в какой-то, ну, выносило людей, да, на мой взгляд, у Элвиса была какая-то своя собственная внутренняя дисциплина, любовь к музыке, непосредственно, непосредственно, а не к утежу, да, и он, ну, по крайней мере, я это вижу по фильму, я не знаю, как в жизни, да, но как показали создатели фильма, я увидел это так, и мне кажется, что для такой человек, для продюсера просто бриллиант, потому что, ну, за ним нужно только присматривать, и очень грустно, когда ты понимаешь, что в какой-то момент, то есть, он из отца превратился просто в ну, продюсера, может быть, он никогда ему не был, да, и там, вот здесь очень важная, важная сцена, где Эллис говорит о том, что он от него уйдет, он говорит, как ты от меня уйдешь, ведь ты это я, и это правда, они друг от друга полностью зависят, да, хоть продюсер и навязал ему огромное количество долгов, ну, и как бы и шантажом его вернул к себе, что тоже с точки зрения бизнеса неплохо, но иногда кажется, ну, ну, неужели вы еще не заработали столько денег, неужели нельзя остановиться и подумать друг о друге, как о людях, ну, то есть, ради чего все эти деньги, если вы перестаете быть людьми, зачем это все надо, и для меня это всегда, вообще в жизни это вопрос номер один, не деньги решают, деньги очень важны, возможно, потому что я так и говорю, у меня их и нет, да, все должно быть во имя чего-то, да, и если ты уже заработал огромную кучу денег, ну, вспомни теперь еще о другом, вот об этом я вчера говорил, вспомни о здоровье, о семье, о друзьях, о других ценностях, да, но здесь потеряна была эта история, и в этом смысле, я думаю, у моих зрителей уже есть свои дети, там, всегда есть возможность через такие ситуации посмотреть на отношения со своими близкими, такие фильмы нам даются для того, чтобы на чужих ошибках, вроде бы, казалось бы, самый, самый популярный певец, мужчина, во всем мире, да, и какая драма, какая, какая глупая, причем глупая, просто вот, когда люди забивают, да, смотрите, Беверли Балвар, так, я, кстати, сейчас еду снова на Беверли Хиллз, ну, как бы, такой вот вид, Беверли Балавар, еду сейчас, как раз таки, очень сильно ошеломляет, то, что ты находишься в том городе, где все это происходило, где все это происходило, все эти события, это безумно вдохновляет, у меня, меня, конечно, как человека творческого, прям, я душой, душой переживаю, каждое мгновение, стараюсь жить, каждой секунды, вот, видите, жарко, очень жарко, плюс я еще, конечно, на велосипеде качал, я думаю, что я все сказал, берегите, пожалуйста, ребят, друг друга, ну, правда, но, я это хочу сказать и своим родственникам, я открыт, я открыт для того, для, я открыт для того, чтобы у меня снова появилась семья, я не хочу, я не хочу, чтобы моя жизнь, чтобы я, чтобы в фильме про мою жизнь, я выглядел несчастным человеком, у которого не было семьи, я открыт, просто кому-то хочется мне написать, позвонить, я открыт, очень, очень хочу, я очень хочу создать свою семью, у меня есть моя близкая сестричка, к сожалению, из-за воин, из-за преследования, я не могу с ней увидеться, вот, мы с ней можем созваниваться, мы это делаем, мы общаемся в мессенджерах, но, я хочу, чтобы у меня была полная семья, в которой не было обидно моих родственников, злости, ни у кого, я, мне кажется, мне кажется, мне кажется, мне кажется, мы все этого заслуживаем, спасибо вселенная, да, увидимся завтра, ибо, спасибо, за просмотр, Продолжение следует...